Добрый день, дорогие дамы и господа! Кимбрли Страссел. Заметка ее начинается так, я цитирую. Единственное, что страшнее разгневанного Вашингтона, это трясущийся от страха Вашингтон. И страх, вот чем объясняется блицкрик против министра юстиции Уильяма Барра. Эта заметка появилась 3 мая. Комментарий. Волстри Джорнел через 2 дня после показаний Бара в юридическом комитете сенаторов. Отмечая на вопросы сенаторов, как республиканцев, так и демократов, министр дал совершенно ясно понять. Его ведомство уже ведет расследование всего, чем занималась ФБР не только во время президентской избирательной кампании 2016 года, но и после победы Дональда Трампа на выборах. Это расследование наводит страх на высокопоставленных чиновников силовых структур в годы правления Барака Обамы и на высокопоставленных чиновников Обамовского министерства юстиции. Расследование не дает спасть спокойно лидерам демократической партии, которые отказываются верить в существование шпионажа ФБР за советниками и помощниками Трампа. Я полагаю, дамы и господа, вы знаете, впервые Уильям Барр сказал о шпионаже 10 апреля на слушаниях в том же Сенатском комитете и юридическом. Я об этом рассказывал, я думаю, три недели назад. Я повторю, что сказал Барр 10 апреля. У меня есть вопросы на сей счет. Я думаю, что шпионаж за политической кампанией – это важная тема. Его переспросила сенатор-демократ из Нью-Гэмшира госпожа Жанин Шахин. Вы действительно верите, что это было? – Да, – ответил министр, – я думаю, шпионаж имел место. Вопрос, был ли шпионаж достаточно обоснованным. И госпожа Шахин была не единственным, естественно, демократом, который усомнился вслух объявившим место шпионажа. Среди демократов были либо сомневавшиеся, что шпионаж был, либо и таких большинство, которые отвергали с места в карьер даже саму мысль, что кто-то шпионил за избирательной кампанией Трампа. Ну и демократы нашли, разумеется, не могли не найти союзника в средствах массовой информации. Два примера. Чак Тодд, этот господин выступает на телеканале МСНБС. Он сказал, «Каждый раз, когда республиканцы говорят о шпионаже, не существует никаких фактических оснований для их голословных утверждений». Это сказал Чак Тодд. Вот что сказал на CNN Джеффри Тубин. Этого господина я читаю постоянно в журнале «Нью-Йоркер». Ну, один из самых ретивых антитрампистов. Вот что он сказал на CNN о том, что республиканцы говорят о шпионаже. «Параноидальное помешательство консерваторов». Параноидальное помешательство. И это было мнение всех, без исключения больных антитрамповским синдромом журналистов. Из выступления в выступление о теориях шпионских заговоров против Трампа, начиная с апреля-мая прошлого года, каждая передача параноидальна. Они говорили об этом на всех телеканалах и газетах, кроме, естественно, иных звучали слова на телеканале Fox News и в комментариях на редакционных страницах газеты Wall Street Journal. Однако политики-демократы и антитрамповские СМИ воспринимали, я еще раз процитирую господина Тубина, «параноидальное помешательство». И вот входит опрос Амар Бара 1 мая, уже 1 мая, в юридическом комитете Сената. Демократ из Род-Айленда Шелдон Уайтхаус, он не скрывал возмущения тем, что министр позволяет себе употреблять слово «шпионаж» — «спаинг». Вот что ответил возмущавшемуся демократу министр Бар. Я не откажусь от использования слова «шпионаж». Я не думаю, что у слова «шпионаж» есть какой-то уничижительный оттенок. «Шпионаж» — хорошее английское слово, у которого нет синонимов, потому что это слово ясно обозначает все формы тайной разведки. И вот в тот же день, 1 мая, антитраповские средства массовой информации назвали министра юстиции Бара, правонарушитель, бесчестный человек, обструкционист, лакей Трампа, лакей Трампа. Нэнси Пелоси, мы знаем, это дама спикер палаты представителей, ну и значит самый высокопоставленный демократ в стране. Она заявила, что Бар лгал в юридическом комитете палаты представителей, а ложь под присягой считается преступлением. То же самое сказала Пака Хонтес. Пака Хонтес, сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен. Она потребовала, чтобы Бар немедленно ушел в отставку. Калифорнийский конгрессмен Эрик Своуэлл, он тоже борется за право стать кандидатом в президенты, он потребовал, чтобы Бара подвергли импичменту. Слова министра юстиции Бара, что шпионаж имел место, превратил его в глазах трамфофобов во врага номер два. Первым остается, разумеется, Трамп. Антитрамписты слышат, не хотели о шпионаже за Трампом и его помощниками. И они не предполагали, что придется не только слышать, дамы и господа, что им придется одобрять шпионаж. Итак, Бар выступал в юридическом комитете Сената 1 мая. Среда. А в четверг, 2 мая, на следующий день после выступления Бара, газета Нью-Йорк Таймс, мы с вами знаем, газета Нью-Йорк Таймс это флагман антитраповских СМИ. Газета взорвала бомбу. 2 мая она напечатала статью, которая называлась так. В 2016 году ФБР отправила замаскированного следователя допросить помощника Трампа, то есть отправила шпиона. Большинство сведений, которые содержались в громадной статье, она начиналась на первой странице главной секции. Большинство сведений были достаточно хорошо известны каждому, кто черпает информацию не из антитраповских СМИ. Ну, в частности, все мы, если мы смотрим Fox News или читаем редакционные статьи в газете Wall Street Journal, все мы знали о профессоре Кембриджского университета американце Стефани Хаспери. Он был многолетним осведомителем ФБР. Мы знали. В статье в Нью-Йорк Таймс встретилось лишь одно незнакомое имя. Это Азра Тёрк. Газета указывала, что это не подлинное имя, псевдоним. Авторы статьи в газете ошибаются, называв госпожу Тёрк агентом ФБР. Она была и, возможно, остается агентом ЦРУ. Итак, вопрос, дамы и господа. Почему газета, отрицавшая на протяжении месяцев какой-либо шпионаз за избирательной кампанией Трампа, признала, что замаскированный следователь, шпион, был таки подослан, чтобы допросить помощника Трампа Джорджия Пападопулуса? Почему газета вдруг об этом напечатала? Потому что журналисты Таймс, они не могли не обратить внимания, во-первых, на вышедшую в конце марта книгу Джорджия Пападопулуса. Пападопулус, в частности, поведал о своих поездках в Лондон и в Рим в первую половину 2016 года и написал об агентах ФБР и ЦРУ, пытавшихся склонить его к сотрудничеству против Трампа. Я полагаю, что журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс» поверили не всему, что прочитали в книгу Пападопулуса. Но у этой газеты есть глаза и уши во многих федеральных учреждениях, в том числе, предполагаю, и в Министерстве юстиции. И вот когда Уильям Барр сказал впервые, 10 апреля, еще до 1 мая, сказал 10 апреля, что генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц расследует деятельность ФБР и закончит расследование, цитирую Бара в конце мая-начале июня, газета заинтересовалась, что же уже выяснил инспектор. И газете «Нью-Йорк Таймс» стало, вероятно, известно, что Горовиц расследует, имевшие место факты шпионажа. И вот сопоставив эти сведения с рассказом Пападополуса, редколедия «Нью-Йорк Таймс» пришла к выводу, следует информировать читателей о замаскированных следователях, замаскированных. Таким образом, выставить себя образцовым, не желающим скрывать правду источникам информации. Итак, 2 мая опешившие антитрамписты узнали, что да, действительно шпионаж, как сказал Уильям Барр, имел место. И вот все те, дамы и господа, все те, кто уверял читателей и слушателей, что разговоры о шпионаже – это параноидальное помешательство консерваторов, все эти люди взялись оправдывать шпионаж. Они, правда, заменяли хорошее английское слово «спаинг» словами «investigation», словами «surveillance». «Нью-Йорк Таймс» оказалась в числе первых, уверявших всех и вся, что расследование и наблюдение «investigation» и «surveillance» просто-напросто необходимы, когда имеешь дело с таким кандидатом в президенты, как Дональд Трамп. Итак, 2 мая газета напечатала пространную статью, обемевшую место шпионажа. Уже 4 мая «Нью-Йорк Таймс» та же газета предославила слово бывшему федеральному прокурору Лайему Брэннону. Этот господин, в частности, пишет, цитирует, «Такая тактика», то есть шпионаж, «такая тактика вряд ли необычна. Это обычные процедуры при проведении закрытых расследований коррупции». Окей, бывший федеральный прокурор господин Брэннон вероятно забыл, что такая тактика использовалась не для расследования коррупции, а в президентской избирательной кампании. Статья Брэннона 4 мая, 5 мая. Политический обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Рос Доуфетт, он пошел иным путем. Он вспоминает в своей статье о шпионаже демократов в 1964 году за избирательной кампанией кандидата республиканской партии Барри Голдоттера. И он, журналист, уверяет читателей, «Шпионаж за кандидатов в президенты оправдан, если кандидат представляет собой угрозу обществу и ненормальной по своей природе». Таковым, пишет господин Доуфетт, был Барри Голдоттер, и таким, уверен он, является Дональд Трамп. Дамы и господа, нет ничего удивительного, что Доуфетт видит в Трампе угрозу и считает его ненормальным. Иного отношения к Трампу трудно ожидать от политического обозревателя газеты «Нью-Йорк Таймс». Но вот о Голдоттере, родившейся в 1979 году Доуфетт, судит по рассказам школьных учителей, университетских преподавателей и по книгам либеральных историков. Все эти люди, его учителя, преподаватели, либеральные историки, утверждают, победа Голдоттера на выборах в 64-м году предвещала новую мировую войну, ядерную. Но да ведь и об этом твердили демократы в предвыборной кампании. 1980 года, когда кандидатом республиканцев был Рональд Рейган, «Победа кандидата республиканцев Рональда Рейгана означает войну». Рейган победил, войны не случилось. Ну и не случилось бы войны, если бы победил Голдоттер. Однако клеветы против Голдоттера было недостаточно, чтобы предотвратить его победу. И в избирательную команду Голдоттера был внедрен агент ЦРУ Эверет Говард Хант. В 2007 году он опубликовал мемуары, он, кстати, в тот же самый год скончался, 2007 год. Хант пишет, «Идея шпионажа за избирательной кампанией Голдоттера исходила из Белого дома». Президент Линдон Джонсон, пишет он, «Был одержим добычей планов своего соперника». Будучи вице-президентом Джонсон, мы знаем, занял пост президента в ноябре 1963 года после смерти Джона Кеннеди. В 1964 году ему требовалась убедительная победа на выборах, чтобы доказать стране, что он заслуживает быть президентом. Шпион в стане Голдоттера мог способствовать такой победе и способствовал. Джонсон победил в 44 штатах, Голдоттер только в шести. «Рос Доуфетт стал одним из многих, кто оправдывает шпионаж за избирательной кампанией Трампа. Яростнее других оправдывал шпионаж бывший директор ФБР Джеймс Коми. От него ненамного отстают бывший директор ЦРУ Джон Брэннон и бывший директор национальной разведки Джеймс Клаппер. До статьи в Нью-Йорк Таймс о замаскированном следователе все эти люди с пеной у рта утверждали. Никакого шпионажа не было. Теперь, теперь они уверяют, расследование и наблюдение были необходимы». Этой тройке бывших начальников силовых структур больше других грозит расследование генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Горовца. «Если Горовец придет к выводу, что шпионаж за Трампом и его помощниками был основан не на домыслах, а не на поддающихся сомнению фактах, то совершенно не исключено, что министр юстиции Уильям Барр назначит прокурора заняться расследованиями. И мы уже с вами знаем, Барр назначил прокурора заниматься расследованием. «Что это значит? Бывших директоров силовых структур, прежде всего господина Коми, не ждет ничего хорошего. Не исключено, что ему придется провести какое-то время за решеткой. Поэтому-то давайте вспомним комментарий замечательный журналистский Олст из журнала Кимберли Страссел. «Поэтому-то они и трясутся от страха. Поэтому-то антитрамписты обрушили лавину клеветы на министра юстиции Барр и уже сделана попытка дискредитировать Горовца». 17 апреля интернетский журнал «Политика» разместил на своем сайте статью Наташи Бертран о проводимом Горовцем расследовании. Госпожа Бертран сочиняла свою статью до публикации в Нью-Йорк Таймс статьи о замаскированном следователе. Поэтому в своей статье в журнале «Политика» она заключает слово «спай-шпион» в кавычки. Дескать, это все выдумки Трампа и республиканцев. И расследованием таких выдумок занимается инспектор министерства юстиции Горовец. Госпожа Бертран пишет. Она подвергается мнению качества, подчеркиваю, подвергается мнению качества работы Горовца и характеризует Горовца как малоосведомленного функции к министерству юстиции. Если бы мисс Бертран была добросовестной журналисткой, добросовестной, она удосужилась бы заглянуть в интернетскую энциклопедию Википедия. Я налегко бы выяснила, что малоосведомленный в работе министерства юстиции Горовец работал в этом министерстве с 91-го по 2002-й год, то есть в течение всего президентства Билла Клинтона. В апреле 2012 года обамовский министр юстиции Эрик Холдер назначил Горовца генеральным инспектором министерства. О качестве работе Горовца свидетельствует полученная им в 96-м году награда министра юстиции за выдающиеся заслуги. Он получил ее за расследование коррупции в полиции. Как госпожа и другие антитрамписты назовут Горовца, если он придет к выводу? Федеральное бюро расследований, я воспользуюсь словами министра юстиции Бара, использовала уголовный юридический процесс как политическое оружие. Готов предположить, что если Горовец придет к такому выводу, председатель юридического комитета палаты представителей демократ Джерих Надлер вызовет его, как вызвал уже специального прокурора Робернса Мюллера, на допрос. И если демократов не удовлетворят ответы Горовца, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинит его, как и обвинила министра юстиции Бара во лжи под присягой. А позавчера, дамы и господа, в среду мы узнали, мы узнали, что расследованием уже занимается прокурор Джон Хенри Даром. Его назначил министр юстиции Бар, заняться расследованием всего того, что делали силовые структуры в 2016 году. Даром выдающийся прокурор. И вот что важно, дамы и господа, что отличает расследование Горовца от расследования Дарома. Генеральный министр Министерства юстиции Горовец, он не имеет силы прокурора. Он может назвать людей имена, которые, по его мнению, делали то, чего делать нельзя. Но он не имеет возможности вызвать их на допрос и не имеет возможности продолжить дело в большом жюри. Что же касается Дарома, то он имеет полномочия прокурора. Он может каждого вызвать на допрос. так же, как вызывал на допрос Мюллер, занимавшийся расследованием так называемого сговора Трампа с Путиным. Он может вызвать каждого на допрос и может передать дело каждого большого жюри. Прекрасную информацию на эту тему написал Перц Морган. Дамы и господа, это совершенно замечательный журналист. Он редактор интернетского издания английской газеты Daily Mail. Прекрасный. Читайте его на интернете. Так вот, когда, как только он узнал, это позавчерашняя его статья на интернете на сайте Daily Mail, как только он узнал о том, что прокурор даром занимается расследованием, он написал прекрасный комментарий. И в этом комментарии он пишет, рассказав о том, что Джеймс Коми, бывший директор ФБР, написал мемуары, Морган пишет, следующие мемуары он будет писать за решеткой. И вполне возможно, что когда с ним решат беседовать корреспонденты СНН, им придется заглянуть в тюремную камеру. Дамы и господа, нам следует следить за развитием событий. События обещают быть очень интересными. На этом я ставлю точку в монологе, будет небольшой прерыв на рекламу, после чего я с удовольствием присоединюсь к вам. Оставайтесь на волне Чикагского радио. Напомню, в эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка», телефон студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы к Алексею, пожалуйста. Вы знаете, недавно Джаред Недлер давал интервью CNBC Джону Харвуду. И тот спросил, какой урок вы извлекли из дела Никсона, когда юридический комитет возглавлял Питер Уоллес Родина. Удивительная вещь. Вот такая параллель, такое сравнение, какие были демократы в то время, и что из себя представляют демократы, и в частности председатель юридического комитета у шлепок Недлер. После того, как возглавляемый комитет проголосовал за процедуру импичмент, импичмента Ричарду Никсону, Родина ушел в дальнюю комнату, в заднюю и плакал. Не от того, что он любил Никсона, а от того, что он любил свою страну и процедуру импичмента он считал радикальной, и он как бы переживал, что весь мир будет смотреть, ведь это президент страны, президент, которого выбрал американский народ, и они его, так сказать, смещают. Так он плакал, на что у шлепок Недлер ответил, я буду плакать от счастья, если президенту Трампу объявят импичмент. Вот вам такое сравнение, вот то, что представляют из себя сегодняшние, с позволения сказать, демократы. Сергей, есть сегодняшние сведения, что сегодня он давал интервью Недлер, и на прямой вопрос, будет ли затеваться процедура импичмента, сказал, что вряд ли. И этому есть объяснение, этому есть объяснение. Конечно же, не потому, что он хотел бы сохранить пост президента за Трампом, наверное, есть другое объяснение. Объяснение такое, Сергей, среди новых депутатов палаты представителей, которые были избраны в ноябре прошлого года, достаточно много женщин и мужчин, новых депутатов, которые победили в тех избирательных округах, где в 2016 году победил Дональд Трамп. Значит, им в 2020 году предстоят перевыборы. В следующем году защищать места, мандаты, полученные в 2018 году. И они прекрасно понимают, что если им придется голосовать за импичмент Трампа, а если вопрос о импичменте будет поставлен в палаты представителей, всем демократам придется голосовать за импичмент, то их ничего хорошего на выборах 2020 года не ждет. И если эта группа депутатов, их не менее 25, не менее 25, если они потерпят поражение на выборах в 2020 году, то палата представителей вновь окажется под руководством республиканской партии. Это прекрасно понимает Нэнсо Пелоси, это прекрасно понимает Джерри Нарман. Нарман. Джерри Нарман. Они прекрасно понимают, они с удовольствием избавились от Трампа, но им важно сохранить большинство мандатов демократов в палате представителей. Вот что тормозит их решение. Абсолютно верно, и мало того, все эти расследования, которые затеял Надлер, они ведь не с целью, они понимали, они раньше знали, что никакого импичмента не может быть, потому что популярность Трампа по сравнению с популярностью, скажем, Конгресса просто земля и небо. И надо сказать, что тренд таков, что популярность Трампа растет, что может в принципе определить выборы 2020 года как в президентский, так и в Конгрессе, так и в Сенате. Так вот, вся эта кутерьма, весь этот бедлам был затеян с одной единственной целью, чтобы перемывать косточки, чтобы выплескивать грязь, чтобы пресса подхватывала любую сплетню и так далее, и так далее. То есть продолжение той атаки, которая началась почти три года назад. Ничего больше. Вот сейчас более 20 демократов собираются читать бесконечно, беспрерывно доклад Малера. Вы представляете себе, это более 12 часов займет времени, и каждый, и будет подробно 400 этих, сколько там, 450 страниц доклада. Я полагаю, что они знают, что среди людей, которые за них голосуют, масса неумеющих читать по-английски, безграмотных. Поэтому книжка уже, доклад Меллера же уже издан, его можно купить в любом книжном магазине, можно купить на интернете. Значит, эти люди не умеют читать, и поэтому для них будет эти, вы понимаете, читать весь доклад для кого? Это вместо того, чтобы заниматься законодательной деятельностью. Если вы позволите, я скажу пару слов о прокуроре Дормане, который сейчас занимается расследованием, потому что это историческая личность. Интересно очень, давайте. Ситуация такая, дамы и господа, это юрист, прокурор, к услугам которого прибегали в последние 25-30 лет и президенты-демократы, и президенты-республиканцы, в частности, Клинтон-демократ, Обама-демократ и Буш-республиканец. Он прославился одним делом. Это интереснейшее дело. Бостон о нем, конечно, знает прекрасно. В 1968 году, запомните дату, 1968 году, Федеральное бюро расследования, речь идет о Бостоне, добилось, добилось, через суд, естественно, приговоры четыре-ином людям, связанным в той или иной степени с мафией. Их осудили за убийство, которого они не совершали. За убийство, которого они не совершали. Осудили по одной простой причине. Эти четыре человека собирались сказать слух, что мафиозные боссы, являющиеся осведомителями ФБР. Речь идет о Джеймсе Болгери и Стивене Феремине. Эти два мафиозных босса, осведомителя ФБР, что они содержат на свои деньги руководство бостонского отделения ФБР. Поэтому ФБР добилось, что их осудили за убийство, которого они не совершали. 1968 год. В 1999 году, через 31 год, через 31 министр юстиции в правительстве в администрации Клинтона Джанет Рина назначила Дорома специальным прокурором, чтобы он расследовал это дело, потому что появились сведения, что четыре осужденных за убийство в убийстве никаком не участвовали. и вот проведя расследование через 31 год после осуждения прокурор Дором добился, чтобы четверо были признаны невиновными. Двое из четырех уже скончались в тюрьме. Двух других освободили через 32 года. После этого Министерство финансов Соединенных Штатов, правительство Соединенных Штатов в 2007 году, рассмотрев все дела, присудило двум освобожденным и семьям двух умерших в заключении 101 миллион долларов за то, что они были осуждены неправильно. В то время, когда они были осуждены не за что, за убийство, их подвели специально, агенты ФБР подвели под то, чтобы их осудили, Федеральное бюро расследований возглавлял господин Мюллер, тот самый, который был специальным прокурором в недавних расследованиях. Естественно, у Дорома есть и другие блестящие дела. Это самое выдающееся дело по расследованию бастонского отдела ФБР. Он и занимался расследованием ФБР не раз. Таким образом, министр юстиции БАР не совершил, скажем так, ошибки, назначив Джона Дорома расследовать ФБР, чем занималась ФБР в 2016 году. Я надеюсь, я надеюсь, мы все, дамы и господа, должны надеяться, что Дором докопается до правды и те, кто был виновен, те, кто был виновен, поплотятся за это. Причем, я имею ввиду виновных не только ФБР, а и министерство юстиции обамовское, потому что и Лоретта Линч, и Джо Байден, естественно, и президент Обама, естественно, они все знали, чем занимается ФБР в 2016 году. Я очень многого жду от расследования, которое ведет Джон Дором. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Алексей, у меня два вопроса. Первый вопрос, чем отличается независимый прокурор от специального и от обычного как бы прокурора Соединенных Штатов? И еще один вопрос, кто владеет Нью-Йорк Таймс? Та же самая семья, что владела во время войны, или это уже ну как бы другие люди? Окей, прекрасный вопрос. Разница между независимым прокурором и специальным прокурором, в общем, только словесная. Одно время этих прокуроров, которых поручалось расследовать какие-то дела, называли независимыми, потом их называли специальными, теперь их называют специальными, это одно и то же. Разница между ними и обычными прокурорами состоит в том, что специального независимого прокурора назначают для специально конкретно какого-то расследования. В то время, скажем, федеральный прокурор какого-нибудь округа, федеральный прокурор, они занимаются массой дел, не одним каким-то делом их офис занимается, а массой дел. Ну, например, федеральная прокуратура Южного Манхаттена, которая сейчас хочет копать под Трампа, она занимается, конечно, громадным числом дел. Обычный федеральный прокурор возглавляет офис, у которого масса обязанностей. У специального независимого прокурора есть одна обязанность, это обязанность заниматься тем расследованием, которое его поручили. И ваш второй вопрос совершенно замечательный, ну, просто-таки замечательный. Да, действительно, нынешний владелец газеты Нью-Йорк Таймс, Судсбергер, он является дальним родственником того самого Судсбергера, который владел газетой Нью-Йорк Таймс и во время войны, и до войны. Именно поэтому, дамы и господа, когда мы говорим об антисемитизме в Нью-Йорк Таймс, мы не должны забывать, что дальние предки нынешнего владельца Нью-Йорк Таймс во время войны делали все возможное, дамы и господа, чтобы скрыть то, что делают нацисты в Европе во время Второй мировой войны. Вопрос вы задали хороший. В связи с этим вопросом, дамы и господа, я не обещаю, что это будет через неделю, я не обещаю, что будет через две недели. Я хочу вам рассказать о замечательном голливудском сценаристе. На мой взгляд, да, не на мой взгляд, это самый выдающийся в истории Голливуда сценарист Бен Фект. Он интересен еще тем, что его журналистская деятельность проходила главным образом в Чикаго, и вы, наверное, многие из вас знаете о том, чем он занимался в начале 20 века, будучи журналистом в Чикаго. Так вот, этот человек, родившийся, кстати, в Нью-Йорке, в Манхэттене, в семье иммигрантов, беженцев, евреев из царской России, еврей, в 1939 году он сказал, теперь я смотрю на мир как еврей. Это совершенно не значит, что он не смотрел на мир как еврей или на Соединенные Штаты как еврей до 1939 года. Но когда он узнал, что как только немцы напали на Польшу, а в Польше было громадное население евреев, и он уже знал, что происходит в Германии, он понял, что евреев нужно спасать. И вот с 1939 года этот человек поставил перед собой цель, параллельно занимаясь, параллельно писал книжки, параллельно писал сценарии, писал пьесы, выдающиеся совершенно, беннифект, выдающийся человек. Он занялся, вначале, он занялся сбором денег для еврейской армии. Ну, мы знаем, что в рядах английской армии во время Второй мировой войны были евреицы, евреи, которые жили в Палестине. Сбором денег он занимался. Когда образовалось государство Израиль, до того, как образовалось государство Израиль, и израильская подпольная служба Иргун, террористы Иргун, вели борьбу с англичанами, он начал снабжать деньгами этих еврейских террористов, скажем так. После этого, когда это случилось, он это совершенно не скрывал, он писал об этом в газетах, давал, оплачивал громадные рекламы в газетах, оплачивал. Более того, он финансировал пароход, пароход, который назвали его именем, который должен был доставить нелегальных евреев в Палестину. Это еще сразу же после окончания Второй мировой войны, когда еще не было создано государство Израиль, еще Палестина была британским мандатом. Фехт, так и называлось судно, фехт, на котором ехали евреи из Соединенных Статов, нелегальные иммигранты для того, чтобы поехать в Палестину. Англичане остановили это судно. Всех евреев, которые были на этом судне, они депортировали на остров Кипр. Команду вернули в Соединенные Штаты. Все это не остановило Хехта. Он продолжал бороться за вооружение террористов евреев, которые боролись против Британии. И английская киноассоциация запретила показывать в Британии все фильмы, в титрах которых было имя Бенни Хехта. Запретила показывать эти фильмы. В Соединенных Штатах он стал писать либо под псевдонимом, либо стал доводить до ума сценарии, которые не были приняты Голливудом, но должны были быть приняты. Кстати, один из этих сценариев, совершенно прекрасный фильм, «Римские каникулы». В титрах имени Бена Хехта нету, «Римские каникулы». Это совершенно замечательный человек. Он был, дамы и господа, если говорить о сегодняшнем дне, он был бы стопроцентным союзником Натаньяху и президента Трампа. Стопроцентным. Он ненавидел левых евреев, которые он считал. Он в этом был убежден. Они во многом виноваты в том, что произошло с евреями во Второй мировой войне в Европе. Я об этом человеке расскажу через две, через три недели. Я вас уверяю, это будет интересный рассказ. А Бенни Хехти прекрасный. Кстати, он работал в Чикаго. Его приятель поехал в Голливуд, это 25-й год, и пишет ему в Чикаго. «Беня, что ты делаешь в Чикаго? Приезжай сюда. Здесь никто не умеет писать. Ты станешь богатым человеком». Беня приехал, написал сценарий фильма и стал первым сценаристом, который получил премию «Оскара». Выдающийся киносценарист. Лучший в истории Голливуда. Но я расскажу о нем не как о киносценаристе, а о сианисте, который стоял, поддерживал евреев всегда, и во время войны, и когда должно было образоваться государство Израиль, и когда это государство было создано. Замечательный человек, замечательный. Интересно будет узнать. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. У меня вопрос к Алексею Орлову. Я не совсем понял, как мог Мюллер работать в 68-м году, вы сказали директором FBI, когда было это бостонское дело. Окей, он не в 68-м году работал, он работал в конце 90-го века, когда уже это дело, когда дело стало раскручиваться, и он, будучи директором ФБР, всего ФБР, он не хотел, чтобы на бостонское отделение ФБР капнуло что-то, что кого-то в чем-то обвинили, и он делал все возможное, чтобы притормозить это расследование, но Джана Тринана значила даромо, и он расследовал. Это речь, когда был суд в 1968-м году, и когда четырех людей, невиновных в убийстве, осудили, двух, кстати, осудили к смертной казни, двух пожизненных заключений, но потом смертную казнь заменили пожизненным заключением, таким образом все четверо сидели по жизни заключения. Он в 1968-м году не был директором ФБР, он был директором ФБР тогда, когда началось расследование, и он делал все возможное, чтобы затормозить, чтобы отделить сотрудников бостонского отделения Федерального бюро расследования. Хорошо, спасибо большое. То есть, спасибо большое, то есть он занимался тем же самым, чем занимался в этот раз, чтобы скрыть преступления предыдущей администрации? Окей, Сергей, именно этим, он занимался. Кстати, я считаю, что даром не совершит ошибку, если расследует расследователя Мюллера. Почему расследователь Мюллер даже не подумал расследовать, что знаменитое так называемое русское досье было финансировано избирательной компанией Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии. Он даже и не думал расследовать этого. Потому что он точно знал на самом деле, что происходит. Поэтому и был назначен. И, кстати, второе лицо в этой команде, в этой банде Мюллера Эндрю Вайсман, у которого тоже за плечами, так сказать, в кавычках подвиги, вы помните, по-моему, эта компания была Энрон, которая... Энрон даже расследовал компанию, 80 тысяч человек потеряли работу, уничтожил, по сути дела, компанию, а потом Верховный суд 9-0 отменил решение этого суда. То есть, на самом деле, сфабриковал дело, посадил людей в тюрьму, а Верховный суд, несмотря на то, что там и либералы, и консерваторы есть, единогласно проголосовали за то, что все это было сделано незаконно. И вот этого подонка Мюллер привлек и сделал своей правой рукой в расследование вот этого, вот этого, так сказать, калужин-делужин. Сергей, папа Дополос выступал пару дней назад. Не только его шантазировало ФБР, агент ФБР сказал его невесте кончай общаться с этим парнем, потому что он попадет в тюрьму надолго. У меня вопрос, чем такое ФБР отличается от КГБ? Ну, чем оно отличается? Чем? Давайте попробуем принять звонок, может быть, кто-то нам скажет что-нибудь. здравствуйте. Добрый день, господа. Вы знаете, то, что вы рассказываете, очень интересно. Интересно про этого прокурора Даррена, о котором вы говорите. Я сейчас слушал передачу. Его, когда избрали прокурором, за него сто процентов проголосовали как демократы и республиканцы. Поэтому к нему подкопаться никто не может и никто не может обвинить, что его выбрали республиканцы и так далее. Действительно. Я вас поправлю. Когда в первый раз министром юстиции избирали Бара, это было при Буши Папе. Сто процентов голосовало за него и демократы, и республиканцы тогда. Теперь демократы называют его Халлоем Трампа. Другие демократы голосовали. А теперь насчет этого режиссера сценариста Бель. Несколько месяцев назад я видел на Нетфликсе художественный фильм американский про его жизнь. Там правда не показана эта глубокая черта связанная с сионизмом. Но это был художественный фильм, я не помню его название, про него довольно-таки интересный. И там показывали, что когда выставляли на Оскар фильм «Римские каникулы», он сидел, все знали, что он участвовал, но без его имени. Так что если кто-то помнит звание фильма, пусть сказали. Фильм был прекрасный. Престящий фильм, прекрасный фильм. Но опять-таки вы правы, в этом фильме ни слова не говорится о его сионистской деятельности. Ни слова. «Римские каникулы», совершенно точно. Поэтому когда я буду о нем рассказывать, я буду рассказывать главным образом не его кинодеятельности. Его кинодеятельность, каждый, кто интересуется его кинодеятельностью, дамы и господа, замечательный фильм. Ну, во-первых, он приложил руку к унесенной ветром, и он тогда еще не был сионистом, но он уже доводил до ума многие сценарии. Знаменитый фильм с Джоном Вэйном, который шел в Советском Союзе путешествие будет опасно. Ну, вы знаете, это совершенно гениальный фильм. Опять-таки, не он писал сценарий, но он приложил руку к этому сценарию. Он совершенно выдающийся был сценарист. Опять-таки, мой рассказ будет о хекте сионисте, а не о хекте киносценаристе. Спасибо большое, вы совершенно правы, фильм о нем очень хороший. Спасибо. И спасибо вам большое тоже, спасибо. И еще один звонок, пожалуйста, вы уфильм. Здравствуйте. Вы знаете, Алексей, я хочу попытаться ответить на ваш вопрос, я не знаю, согласитесь вы или нет, но мне кажется, отличие ФБР от КГБ заключается в том, что ФБР не убило такое количество американских граждан, как КГБ убило в Союзе. А так вот, одно к одному. вы совершенно правы, в числе тех, кого убило КГБ, два моих деда, поэтому, вы знаете, я, это был такой вопрос, я прекрасно знаю, чем Федеральное бюро расследования отличается от ГПО, ЧК, от КГБ, я прекрасно знаю, но методы, которые применяет ФБР, очень часто здорово напоминают, не выкручивают, правда, руки, не бьют селезенку, так сказать, не держат голодом, я не знаю, на протяжении многих суток, не допрашивают ночами под электрической лампочкой, но методы, некоторые методы здорово напоминают и царскую охранку, и КГБ, и, может быть, гестапо, я не знаю, так сказать, во всяком случае, не методы, которые должны быть в демократической стране. И в последнюю минуту я попробую внести некую ясность в вопрос о том, чем отличается специальный прокурор от независимого прокурора. Последним независимым прокурором, по-моему, был Кеннет Старр, и разница заключается в том, что независимый прокурор не отчитывается перед Министерством юстиции, отчитывается напрямую перед Конгрессом, а специальный прокурор все-таки отчитывается перед генеральным прокурором. И этот закон был принят после того, как вот прошло это расследование Клинтона, когда ему объявили импичмент, и был принят закон, по которому специальный прокурор отчитывается перед генеральным прокурором, и материалы его расследования, в том случае, если люди, которым не предъявлено обвинение, которые не были осуждены, эти материалы остаются конфиденциальными. То есть, и плюс ко всему, и плюс вот материалы большого жюри тоже остаются конфиденциальными. Это как раз вот такой камень преткновения. Это то, что делает сейчас Недлер. Он объявляет, обвиняет генерального прокурора Бара в неуважении к Конгрессу за то, что генеральный прокурор Бар не согласился нарушить закон, который приняли сами же конгрессмены. Вот. Под давлением демократов. Да. Алексей, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. Спасибо, Сергей. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы. Спасибо.